всем привет добро пожаловать в эфир мы немножко подождем ко все подключатся всем привет всем привет добро пожаловать в эфир потихоньку народ собирается всем привет рф то хорошего вечера народ подключается сегодня мы с вами поговорим про почему важно давать детям имена праведников до имена великих людей про сегодняшний день который наступает вечером про 22 швата что это за день почему мы его помним не его от человека с которым связан этот день почему мы скажем так празднуем помним день смерти да когда душа раба нитха и мушки покинул этот мир кто это такая что она такого сделала и почему мы не с вами сегодня в эфире будем говорить я пару минуточек секундочек подожду пока подключатся люди всем привет хорошего вечера всем шалом немножко подождем пока все подключатся все подключается всем шалом хорошего вечера спасибо что нашли время для эфира все подключаются я вижу всем шалом и интересно очень устроена наша с вами память да то что нам актуально мы помним то что нет она себе по полочкам раскидываем ему уже не помню да то есть если человек к примеру да там директор какого-то большого мероприятия банка мы о нем знаем например иванов и мы знаем что вот он директор этого банка он такой крутой но проходит время да там проходит время он уже отработал свое его увольняют и на его место берут другого и проходит там пару месяцев еще все кипит еще все говорят о том что был когда-то иванов но проходит время и уже к примеру президент этой компании или директор этой компании петров да и уже все говорят про петрова то есть бывают времена когда есть рассвет человека да когда они вам все говорят все помнят и бывают времена когда к сожалению все уже проходит да и мы скажем там так то что нам не актуально уже забываем но если сейчас спросить у каждого из вас назовите жену например президента путина или назовите пять имен победительницы конкурса не знаю королева красоты никто не назовет или назовите пять футболистов из российской сборной которые забивали в 2018 году самое большее количество голов да мы не вспомним потому что это это все забывается да когда в тот момент мы болеем за этого футболиста да мы говорим ой он забил там голой он такой молодец он он забил но проходит время это уже никто не актуально это забывается да но я вижу народ подтянулся всем всем шалом елена василий ольга ирина станислав николай всем всем шалом добро пожаловать в эфир и еще раз я быстренько быстренько пробегусь мы сегодня с вами говорим о таком дне как 22 швата в еврейском календаре это наступает сегодня вечером этот день памяти рабонит хай мушки жены седьмого любавического рэба сегодня мы с вами поговорим почему она пример и почему мы о ней да помним мы с вами поговорим о том почему важно давать нашим детям имена праведников и вен имена великих людей действительно ли это влияет на наших детей мы сегодня об этом поговорим и мы поговорим о жизни какой была наша рабонит хай мушка всем шалом ирина елена олег валентина всем шалом хорошего вечера спасибо друзья что подключились вот нас уже много и всем всем шалом мира нам всем и ирина до шалом добрый вечер и так мы продолжаем нашу с вами тему 22 швата день когда рабонит хая мушка покинула этот мир теперь давайте поговорим об этой женщине кто это такая и почему она на секундочку в хабаде считается там самой скромной королевой там хасидизма да почему она считается примером скромности примером еврейской праведной женщины да всем шалом все подключается всем шалом и так почему она является для нас примером всех положительных качеств начнем пожалуй с его детства а именно с ее детства она родилась у шестого любавического рэбе у него родилась дочь мазальтов и 5 любавический рэбе ребра шап написал ребра яцу что назови свою дочку хай мушкой непонятно окей конечно он назвал ее хая мушка и она росла очень скромной девочкой очень сдержанной говорят что когда ей было лет шесть даже когда приходил домой там папа возвращался или дедушка и она очень хотела знаете когда ребенок долго не видел какого-то родного человека он бежит он хочет обнять она была настолько скромной что она ждала там например заходит в дом папа она ждала и только там папа говорил там раскрывал объятия она бежала к нему то есть она не могла позволить себе первой бы и да она так нет ты меня позови и я там приду да то есть настолько она была скромной что она даже 1 не могла себя проявить и вот она росла сказано что она росла поддельником своего папы как это понять дочка ребра яца которая сказано что ребра яц он жил в царской россии да когда нельзя было не то что учить и распространять тору нельзя было дома держать рукописи святого языка на иврите да нельзя было держать это было как пропаганда нельзя было открывать и шивы учить тору то что мы сейчас с вами здесь собрались в эфире и учим тору это было тогда утопией тогда люди даже поверить не могли что спустя какое-то время это будет на столько открыто и так легко распространяться по всему миру они в это не могли поверить и сказано что мы говорили о том что раббанит хая мушка она была поддельником своего папы что это значит что он делал что-то плохое а что он такого делал что она была его поддельницей таки да ребра яд старался распространять тору например он брал какую-то рукопись какой-то урок до маймор какие-то слова торы писал на них уроки и пытался это распространять до пытался чтобы все многие учили делал подпольные и шивы и понятно что он переписывался со многими хасидами со многими людьми и раббанит хаймушка ему в этом помогала более того она была официально на почте прописано как его страховой человек как это можно назвать она была если рыба не мог прийти забрать эту почту то его дочь имела полное право прийти и забрать эту почту ой шалом я вижу здесь уже все подключаются всем шалом и так раббанит то есть его дочка не его жена рыба рояться да не его дни еще дети не его хасиды рядом близко именно его дочь имела возможность пользоваться его почтой да то есть насколько он не доверял а ее могли кстати поймать да тогда в те времена если тебя на улице просто так и останавливают у тебя находят что-то такое все это смертная казнь и следующая история это она начинается с и это наверное был где-то такой стук в дверь или может ее ногой там стучали я не знаю представьте о да доверенное лицо гарант доверенное лицо супер спасибо большое да итак мы с вами услышали стук в дверь заходят люди эти резиновые башмаки тяжелые кожаные курточки и заходят люди из кгб в дом к ребра яцу к шестому любавическому ребе понятно у них в кармане письмо которое ордер на его арест вот и они ходят по его дом шарят везде все переворачивают ищут значит все эти рукописи ищут доказательства которые можно еще на него повесить за что его еще можно посадить ну понятно в те годы очень очень любили это делать вот и кстати тогда действительно все рукописи все святые идеи все святые тексты пришивали там под матрас пришивали там под диваны ставили я не знаю куда то на чердаке прятали очень сильно потому что знали что могут в любой момент прийти и лазить и так эти кгбшники лазит у него по дому и в это время ну там там это реально как-то объясняется что его дочка заметила с окна что подходит как ну хасид этот хасид это был монаха мендел он подходит и она ему как-то машет что что в доме что-то не так и слава богу что монаха мендел не заходит в дом со своим посланием которое он хотел передать ребра яцу он уходит причем уходит не домой никуда он идет на почту он знал что это арест что арестовывает шестого любавического рэба и он отправляет письмо телеграмму друзьям по моему это и было были из германии в общем хасидом объявляет всему миру как бы своими путями да своим хасидом что арестовали шестого любавического рэба и кстати можно посмотреть в интернете именно этот именно благодаря тому что что мнахом мендел он начал бить тревогу да писать всем что вот его арестовали и благодаря вот этой забастовки очень многие люди начали писать и в кгб и правительству и царств и царю в царскую россию и в общем поднимать забастовку почему его посадили он не сделал ничего плохого на него начали весить что он не пропагандой занимается и делает против правительства в общем он хочет вообще уничтожить это правительство да настолько он против 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 и в общем посадили его понятное дело в тюрьму и весь мир весь мир пытался его освободить пытался повлиять на этот судебный приговор сказано к сожалению что очень-очень много здоровья ребра яд шестой любавевский ребра оставил в стенах этой тюрьмы они его морили и голодом и понятное дело избивали и запрещали поститься и из и и там же было холодно да и не давали очень много всего и он очень много здоровья там оставил но в день когда его освобождение ну суд понятное дело что на протяжении всего как он сидел в этой тюрьме то велся суд пытались понять освобождать нет были понятно очень-очень много людей было которые были за его освобождение и даже много русских которые не могли понять почему его посадили что они хотят от человека да потому что он никого не убивал официально никто не знал что он занимается подпольными и шивами что где-то там в подвале учит ору это все было неофициально и государство об этом не знала они на каких-то своих домыслах посадили его в тюрьму несправедливо и сколько он там здоровья оставил и сказано что когда его освобождали уже да ну суд выносил свой приговор ему сказали встань суд тебе нужно встать чтобы выслушать приговор и он настолько был погружен в себя и отключен от них настолько они не то что довели его он понял что они перестали для них существовать и он даже не встал и тогда понятное дело не его толкнули опять побили встань тут суд вообще-то тебе выносит хороший приговор но опять начали убить встань и он не встал но приговор ему все равно вы вынесли сказано что он их этим сломал что он сидя слушал приговоры все говорили вай как он себе позволяет но он сидя выслушал приговор его отпустили и понятное дело что на протяжении всего этого времени мы с вами говорим о хай мушки у его дочери которая несомненно очень сильно помогала и когда папа сел в тюрьму она дальше продолжал получать эти все письма до распространять и добиваться чтобы папу выпустили после того как его выпустили из тюрьмы ее папу настало время женить дочку и и и они поженились и раббанит хай мушка вместе с этим монахом аменделом который помог да ему частично который был с ним они сделали свадьбу огромную пышную свадьбу сказано что свадьбу они сыграли в варшаве и на то время это была огромная пышная пышная свадьба невероятная и там было очень много праведников да очень много людей которые ведут за собой да который с примером великих людей богатых людей на то время там было очень много они отгуляли свадьбу после этого сказано что раббанит и монах и мэндл они были и в жили и в берлине и в во франции и по европе ездили более того седьмой любовеческий рэбэ это не шестой седьмой он получил во франции образование инженера то есть он не только был в торе в торе в торе он еще и стал инженером и сказано что в нью-йорке до сих пор плавает его подводная лодка по его чертежу которую построили и сказано что это частично был его заработок всю жизнь то есть до конца его дней ему приходили на счет деньги от государства за то что он помог спроектировать эту лодку которая до сих пор плавает вот и значит и мы остановились на том что наша раббанит хая мушка именно хэмэндл переехали в нью-йорк и понятное дело ее родители ребер аятс тоже переехали в нью-йорк но прожили там недолго и в 1950 году ребер аятс шестой любовеческий рэбэ сейчас я вам даже покажу его фотографию вы можете посмотреть вот этот вот шестой любовеческий рэбэ он покидает физически да этот мир не физически точнее его душа уходит с его тела и и и и и кто теперь станет шестым любовеческим рэбэ и этот вопрос решался целый год целый год движения хаббат были без без лидера до без рошель как в рэбэ переводится рошель бней израиль да то есть это глава еврейского народа до глава сынов израиля доктор физико-математических наук продал патент военно-морскому флоту америки да он продал патент да вот и значит раббанит хая мушка очень долго уговаривала своего мужа стать рэбэ то есть принять на себя этот пост и вы знаете я даже не побоюсь этого слова она подарила своего мужа нам потому что представьте себе 45 лет наш седьмой любовеческий рэбэ вот его фотография сзади меня седьмой любовеческий рэбэ который через год взял на себя узды правления хаббата да он стал главой еврейского народа 45 лет у него не было выходных 45 лет он не ездил никуда в отпуск 45 лет он жил в нью-йорке из этого района грубо говоря он никуда не выезжал со своей женой она подарила нам мужа представьте человек каждый день занимался тем что он читал кучу писем от миль от тысячи людей отвечал этим тысячи людей делал фарбренгины посиделки хасидские говорил слова торы принимал у себя людей до говорил с ними говорил слова торы раздавал доллары раздавал благословения и раббанит он уделял 20 минут в день то есть она подарила своего мужа нам представляете у меня представляете у меня сейчас муж приходит домой я говорю где ты так долго был так ты мне нужен здесь помоги тата а она просто ценными днями не видела своего мужа вы представляете какой нужно быть поддельницей своего мужа какой нужно быть помощницей и как нужно жертвовать своим эго своим я чтобы дать рэбэ делать свою главную миссию в этой жизни да ведь он помогал тысячи люди людей да он помогал ведь он помогал тысячи людей да он заботился о каждом он и здесь отвечал и здесь и представьте у него такая вот голова он спал по 4 часа в день это я когда об этом думаю она не укладывается в голове по у просто вау и конечно за каждым великим мужчиной стоит великая женщина это все раббанит хай мушка позволила да дала ему это делать она его поддерживала всячески я уверена да это как слышали когда-то анекдот как барак обама со своей женой зашли в ресторан и ну в общем садятся ужинать и приходит к ним официант а это оказывается ну официант она с ним о привет общается ну потом барак обама спрашивает у своей жены а кто это она говорит это мой бывший ухажер типа я бы могла стать его женой и барак обама вы смеется такой ай ты бы была бы женой не президента а женой официанта она говорит нет это он бы был президентом то есть что это все зависит от женщины да вот и за каждым мы сказали уже что за каждым каждым великим мужчиной стоит великая женщина почему раббанит хай мушка мы сейчас 22 в швата заходит мы празднуем этот день посмотрите женщина которая жена такого великого человека мы открываем интернет что мы не знаем ничего она настолько была скрытая скромная сказано что она даже ходила в магазины старалась ходить туда где ее никто не знал она мало появлялась на публике она была очень очень скромной она 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 за чем она занималась она занималась сказано что она занималась всякими фондами да она жертвовала очень много денег собирала ученик денег помогало очень много людям она понятно что занималась с женщинами своей общины, по-любому делали какие-то уроки, делилась словами Торы и своим примером, и конечно же, почему она такая великая, она давала своему мужу делать то, что вот наш любавический рэб, она реально помогала ему влиять на этот мир. Теперь вопрос. Очень много, очень многих шалом, очень многих хабадников принято называть своих детей именами праведников. И очень многие шутят, а у тебя тоже Менахэм Мэндл, кстати, если что, у меня сына зовут Менахэм Мэндл в честь 7-го любавического рэба. И многие спрашивают, почему можно и важно называть своих детей именами праведников. И есть, конечно же, на это ответ, потому что это дает силы. Когда ребенок знает, что меня зовут например, мой сын, дай бог он вырастет. Так, меня зовут как Менахэм Мэндл. Ага, значит, у меня есть его силы. Я, значит, могу стремиться стать таким, как он. А он бы поступил так в этой ситуации? Ага, а если бы так? Да, то есть есть какие-то силы. Более того, сказано, что человек, чьим именем называют ребенка, он как будто бы ручается за него. Ну, давайте приведем пример. Например, у меня у ребенка была температура 39,6 вроде. В общем, было очень тяжело, страшно, он такой маленький был. И это первый раз, что у нас была температура, и было, ну, в общем, реально страшно, и он спал много. И я помню, я так подошла к портрету Рэба, и я говорю, он назван в твою честь, поэтому ты ручаешься за него. И пусть с моим сыном все будет хорошо. Я настолько переживала, да, настолько я боялась за ребенка, я говорю, так, он назван в твою честь, поэтому я надеюсь, что ты ему поможешь. И я реально уверена, что это, да, помогает. Поэтому важно называть своих детей в честь своих бабушек, дедушек, в честь великих праведников, в честь великих людей. Вот. И это, собственно говоря, мы подошли к финалу, да, мы с вами поговорили сегодня о том, что сегодня за день наступает 22-е швата. Кто такая рабанит хая мушка? Это жена седьмого любовического Рэба и дочка шестого любовического Рэба. Да. И вот, 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 вот. Итак, здесь вопрос с Рэба на ты. Да, я с родителями на ты разговариваю. Ну, а он как, типа, папа. Вот. Хорошо. Всем спасибо большое за эфир. Вот. Поэтому всех с наступающим 22-е швата. Теперь вы знаете, что это за день, почему мы его празднуем и кто такая рабанит хая мушка. Всем хорошего вечера. Спасибо большое за эфир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok